Здравствуйте! В эфире программа «Городские новости» в студии Анна Кутепова. В среду мировое сообщество отметит День солидарности людей. Этот праздник 12 лет назад Организация Объединенных Наций учредила для того, чтобы поддержать основные ценности человечества. Единство убеждений и действий, взаимопомощь и поддержку. То есть именно то, что и принято называть солидарностью. В Харциске решили солидаризироваться с мировым сообществом и отметить праздник небольшим митингом на городской площади. В 2005 году Генеральная ассамблея ООН провозгласила День солидарности людей. Согласно резолюции, которая была посвящена борьбе с нищетой, этот праздник принято отмечать 20 декабря. В Харциске накануне Дня солидарности вспоминали о единстве народов Донбасса. О единстве убеждений, которые людям до сих пор приходится отстаивать с оружием в руках. Вместе мы едины. Солидарны и едины. Едины в борьбе за свое будущее. Едины в борьбе за свою честь и достоинство. Поэтому я вас всех поздравляю с сегодняшним праздником. И не забывать, что мы все в 2014 году вышли за определенные цели. За нашу с вами жизнь, за наше будущее, за будущее наших детей. Всегда помните это, чтите и уважайте. В резолюции ООН сказано, что в 21 веке солидарность станет одной из фундаментальных ценностей человечества. То есть должна взять верх над эгоизмом и безразличием. Для жителей ДНР прежде всего важна солидарность с антифашистами всего мира. С теми, кто стоит за мир на израненной земле Донбасса. Новые имена. Под таким названием 15 декабря в Харцизской школе искусств прошел традиционный музыкальный фестиваль-конкурс. В этом году организаторы мероприятия решили уделить особое внимание ансамблевой игре. В минувшую субботу в концертном зале школы искусств царила атмосфера доверия и гармонии. Уже седьмой раз подряд Харцизг стал творческой площадкой для начинающих музыкантов. На этот раз заявки на участие в фестивале «Новые имена» подали 145 конкурсантов. Те конкурсы, которые проводит Донецк, Республика сейчас у нас, ну, раньше, когда областные конкурсы были, нас всегда ограничивали в количестве учащихся. Можно было 3, 4, 5 учащихся, а школа-то большая, все хотят принимать участие. И для того, чтобы как можно большему количеству детей дать такую возможность выступить, предоставить сцену, потому что музыкант тогда, когда он выступает на публику. И вот мы создали такой местный конкурс. Завораживающее звучание флиты и энергия саксофона, волшебство скрипичных пассажей и лирический перебор струн домры, греющие душу вздохи баяна и мощное звуковое давление аккордеона. Все это было продемонстрировано начинающими инструменталистами и вокалистами на концерте открытия фестиваля «Новые имена». Помимо харцезян, участниками музыкального форума стали юные музыканты из Угреса, Иловайска, Амросиевки и Донецка. Инструментальное трио привезли мы, вот, скрипка, блокфлейта и фортепиано. Привезли инструментальный дуэт тоже, скрипочка, фортепиано. И привезли фортепиано и ансамбли. Мы стараемся участвовать во всех конкурсах, и города Донецка, и в Амросиевке мы были, вот, были в Луганске, ну вот, попробуем в харцезке теперь. Фестиваль проходил одновременно в двух концертных залах. В одном свои творческие достижения демонстрировали большие по составу ансамбли и вокалисты, в другом – те, кто музицирует на народных инструментах. На сцену выходили как вполне опытные, так и начинающие музыканты. Сегодня будет принимать участие дуэт баянистов, они маленькие, еще только второй класс, и сами по себе и возраст там маленький, но уже принимают в таком большом и значимом, я считаю, конкурсе. Будет выступать еще трио инструментальное, в которое входит баян, аккордеон и контрабас. Дети с удовольствием занимаются, с удовольствием ходят на этот инструмент и популяризируют музыку. У нас многие дети участвовали как солисты в Донецке в этом году, в республиканских конкурсах. «Горячее сердце» был такой известный конкурс. «Волшебный мир искусства» мы там стали победителями. Первые места наши, вторые, третьи в этих конкурсах. Поэтому они у нас уже закаленные. В целом, по мнению преподавателей, большинству конкурсантов удалось справиться с волнением и продемонстрировать вполне зрелую игру в составе ансамбля. Фестиваль стал заметной вехой в становлении юных музыкантов нашего региона. С приближением любимого народного праздника, новогодняя тематика все глубже проникает в информпространство, что, разумеется, находит отражение и в новостных выпусках нашего канала. Так что сюжеты второй половины сегодняшней передачи в той или иной степени посвящены встрече Нового года. Итак, на прошлой неделе в Харциск из Донецка было доставлено более 12,5 тысяч новогодних наборов со сладостями от главы республики. Детсадовцам и школьникам уже начали выдавать шоколадные презенты. Родители самых маленьких харцезян, как нам сообщили в городском управлении образования, подарок для своего чада смогут получить через пару дней. Сладким сюрпризом от Александра Захарченко, как и в прошлом году, порадует всех без исключения детей в возрасте до 18 лет, проживающих в Донецкой Народной Республике. В Большом Харциске такой детворы чуть больше 13 тысяч. Городское управление образования взяло на себя хлопоты по выдаче подарков воспитанникам дошкольных учреждений, учащимся школ, а также малышам, которые не посещают образовательные учреждения. В октябре месяце наши школы в лице наших уважаемых педагогов обошли все до единого дома, которые есть в городе Харциске, Лавайске, Зугрессе, Зуевке, Троицко-Харциске. И они должны были проверить по факту наличие детей. В свое отведенное время мы подготовили документы и отправили в администрацию на 13 тысяч 240 детей от 0 до 18 лет. Вот пришел тут долгожданный день, когда мы должны эти подарки вручить детям. На сегодня детские сады в количестве 3156 человек и школы в количестве 7240 человек были отправлены эти подарки в эти организации. Планируется, что студентам, а также детворей с Харцисского приюта и Зугрессского интерната новогодние презенты раздадут непосредственно в учреждениях. Списки малышей в возрасте до 3 лет, отмечает Светлана Куриленко, были переданы в Управление труда и социальной защиты населения. А вот ребятам от 3 до 8, не посещающим школу или детсад, сладости будут выдавать в школах по месту жительства. Дети от 0 до 3 лет, это до 1 декабря 2014 года, вернее там с 1 декабря 2014 года и до 2017 года, они уйдут в Управление труда и социальной защиты. Им будут выдавать именно деткам, которые не ходят ни в детский сад, ни в школы. Но есть у нас дети категории от 4 до 8 лет, которые на сегодняшний день находятся дома. И снова же уважаемые педагоги обошли микрорайоны и проверили по факту, еще раз хочу уточнить, по факту проживания этих детей в их микрорайонах. И поэтому выдача подарков от 3 до 8 лет будет осуществлять организация микрорайонов, в которой проживает этот ребенок. Согласно паспортным данными, свидетельство о рождении ребенка. Выдача новогодних подарков от главы республики продлится до 25 декабря. В течение всего года правоохранители еженедельно задерживали 2-3 десятка харцезян за нарушение режима комендантского часа. Вот и в прошлую неделю 23 человека, нарушившие запрет, провели ночь не дома, а в городеле. Напряженность на линии соприкосновения не спадает, и по соображениям безопасности власти пока не планируют отменять существующие ограничения на передвижение в ночное время. Исключения делаются только в некоторых особых случаях. Новый год – торжество, которое принято отмечать в темное время суток. Ровно в полночь бьют куранты, звенят бокалы, после чего многие харцезяне по традиции отправляются в гости или на городскую елку. Традицию в этом году отменять не придется. В ночь с 31 декабря на 1 января действие режима комендантского часа в ДНР будет приостановлено, сообщил глава республики Александр Захарченко на пресс-конференции в Донецке. Ограничения в передвижении по городу в ночное время будут сняты также и в ночь с 6 на 7 января. Желающие смогут беспрепятственно отправиться на рождественские калятки. Новый год Каким может быть главный символ Нового года? Если кто-то до сих пор убежден, что елка, а на и в Африке елка, то участники ежегодного конкурса новогодних подделок предлагают десятки вариантов ответа на такой, казалось бы, простой вопрос. Более того, они знают, как сделать новогоднюю красавицу из совсем не новогодних материалов, причем так, чтобы получилось и красиво, и оригинально. На Харцизской станции юных натуралистов подведены итоги городского этапа конкурса «Эко-елочка». Из чего сделать экологическую новогоднюю елочку? Над этим вопросом участники конкурса наверняка задумались задолго до его начала. Кто-то заранее заготовил лозу и высушил шишки, кто-то закупил ткани и лент, кто-то привез с моря ракушки. И все для того, чтобы сделать свою, оригинальную елочку. На станции юных натуралистов сегодня можно увидеть десятки вариантов главного атрибута любимого праздника. Безусловно, это один из самых наших любимых конкурсов. И материал, с которым работают ребята, очень разнообразный. Это и природный материал, и вторичный. В общем, на наше удивление, в этом году нас поразила елка, сделанная из цветных карандашей, коктейльных трубочек, безусловно, старые журналы, газеты. А еще из ватных дисков и салфеток, высушенных трав и лозы, ракушек и шишек, тканей разных фактур, цветов и оттенков. На одном столе соседствует легкая, кажется, невесомая елочка из перышек и урбанистический символ из пластиковых бутылок. В этом году была и елка выращенная, но только не из семян, а из кристаллов соли и медного купороса от юных химиков. От такого многообразия и разноцветия просто глаза разбегаются. Всего школьники Большого Харциска представили на суд жюри 170 больших и малых эко-елок, выполненных в разных техниках. Охраничений в количестве работ, предоставленных на городской конкурс, нет. Сначала проходит первый этап на уровне школ общообразовательных и учреждений дополнительного образования. И лучшие работы принимают участие во втором городском этапе. Следующий этап – республиканский. В каждой из техник жюри отобрало самые красивые елочки, учитывая и оригинальность творческого замысла, и надежность крепления материалов, и общий вид поделки. На этой неделе лучшие работы школьников Большого Харциска отправятся в Донецкий республиканский эколого-натуралистический центр. Это все новости на сегодня. Всего вам доброго и до встречи на канале ТВ-сфера. 19 декабря исполнится 42 года Владимиру Крестовскому, музыканту, поэту и композитору, который создал Уму Турман. Не ту, которая убить била, а музыкальную группу, названную в честь одноименной американской актрисы. Братский коллектив из старшего Владимира и младшего Сергея Крестовских явил слушателям необычную, красивую музыку, лирически нелишенные юмора тексты, рассказывающие о чем-то понятном и близком. Здесь все привычно и сантименты не в счет. Не ты последний и не ты первый. Все на бегу, все на деньгах и еще похудеть экология и слабые нервы. Погода завтра, 19 декабря, не будет трепать наши слабые нервы. Днем облачно с прояснениями, температура воздуха 2 градуса. Влажность 80%, западный ветер 5-7 метров в секунду. Ночи облачно, температура воздуха около 0 градусов. Влажность 85%, ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова